Я вас приветствую на втором бонусном уроке, и мы продолжаем разбирать секрет английской грамматики. Многие ученики меня спрашивают, как же перевести на английский язык слово «такой». У многих возникают вопросы, и сегодня я хочу с вами поделиться этим. Hi, Peter. Hi, Marina. Итак, мы пройдем с тобой слова «so» и «such». Скажем так, что в русском языке слово «такой» у нас не возникает никаких проблем со словом «такой». Но в английском языке существует два слова. Это «so» и «such». Они употребляются в зависимости от того, какие слова стоят после данных слов, данных прилагательных. Если после «so», вернее, если мы хотим охарактеризовать прилагательное, ну, например, «такой красивый», «такой вкусный», «такой интересный», тогда мы используем слово «so». Посмотри, пожалуйста, на нашу презентацию. И здесь я написала «so interesting», «so cold», «so noisy» и «so tasty». Это все мы можем перевести как «такой». «Такой интересный», «холодный» или «такая интересная», в зависимости от того, что мы характеризуем. Однако, если после слова у нас стоит существительное или существительное с прилагательным, тогда мы используем слово «such». Вот, посмотри на примеры. Например, «such a person», «such a good day», «such an interesting book» или «such a noisy street». То есть, когда мы характеризуем существительное, человека, погоду, улицу. Или тогда, когда мы говорим прилагательное существительное, интересная книга, хорошая погода. То есть, как только у нас появляется существительное, мы сразу начинаем использовать слово «such». Это понятно? Да, это понятно. Тогда давай посмотрим примеры. Например? Например. Не беспокойся, он такой человек. Он такой человек. Верно. «It was such a sunny day». Это был такой солнечный день. Это был такой солнечный день. Эта книга такая интересная. Правда. «We were talking for so long». Мы разговаривали так долго. Так долго. «French is such a beautiful language». Французский – это такой красивый язык. Правда. «His sister is such a clever girl». Его сестра такая красивая, такая умная. «Clever», да. Такая умная девушка. «The evening was so boring». «Вечером было так скучно». «Так скучно». «The evening was, that was so boring». «Вечер был таким». «Вечер был таким скучным». «Понятно ли тебе употребление, понятна ли тебе разница между so и such?» «Ну да, собственно, то, что мы выше говорили. Прилагательное – so, существительное – such. Да. Если появляется существительное, то мы уже говорим such. Несмотря на то, что если даже там будет прилагательное плюс существительное, все равно such. Ну, давай посмотрим, как ты понял. Такой хороший день. Such a good day. Такой хороший, как в песне «You're good, so good». Да-да-да, песни здесь очень должны помочь нам. Такая тяжелая сумка. Such a heavy bag. Right. Такая сумка. Such a bag. Угу. Такое синее небо. Such a... Such... Синее небо. Просто such... Blue. Blue sky. Such blue sky. Blue sky. Now it is not such blue sky. Вот, кстати, здесь вопрос у меня. Да. Blue sky. Blue – это как описание синего неба? Или это просто... Почему здесь «э» нет? «Blue sky»? Потому что небо мы не можем посчитать. Поэтому «э» нет. А, то есть именно... «э» мы используем... Иначе. Да, только когда мы можем посчитать что-то. Небо у нас одно единственное, поэтому здесь мы не будем использовать артикли. Окей, хорошо. Да. Такая синяя. Такая красивая роза. Такая красивая роза. Очень хорошо. Такая красивая роза. И последнее – это трансляция. Окей, трансляция. На улице было так шумно... Было так шумно... Было... Сонози. Outside. Outside. Или... In the street. In the street. Вчера я ела такое вкусное мороженое. Yesterday I had... I had... So... А, мороженое одно наел. I had such... Such... A... Such... Вкусное. A taste... Ice cream. Yeah, such a tasty ice cream. Или можно сказать без артикля A, просто such tasty ice cream. Смотря что ты имеешь в виду. Если вот как порция... Как порция. Одна. Одно. Да. Можно сказать E. Какую-то одну мороженку у нас вчера ела. Одну мороженку, да. Вкусную. Такую вкусную. Ее брат, такой человек. Не волнуйся. А... Her brother... So... So... So person... Don't work. Нет. Her brother is... А, her brother is... So person. So... Это если бы у тебя было, например, so smart. Такой умный. А у тебя здесь такой человек. Such... Such... Such person... Don't work. Как раз таки a person. Потому что здесь у нас человеком он считает, в отличие от неба, можно. So... Your brother is such a person, not boring. Yes. Надо сказать. Так. Наше путешествие будет таким увлекательным. Our trip will be so... Увлекательное слово. Exciting. So exciting. Or our journey, как я написала. И то, и то правильно. Оба варианта. А... Travel. Это как путешествие больше. Traveling. Путешествие. Как... Как... Ну, как... Действие. Окей. Это будет такое увлекательное путешествие. It will be such... It will be such... An exciting trip. Such an exciting trip. An exciting, yes. Да. То есть здесь имеется в виду, как поездка. Путешествие в значении поездки. Это будет такая увлекательная поездка, путешествие. А travel, traveling. Это больше как действие, как процесс. Именно. Здесь, конечно, лучше использовать и blockchain, и journey. Ну, вот, собственно, мы с тобой разобрали один из секретов языка. И разница между словами sell и such. Я надеюсь, что ни ты, ни наши зрители не будут больше путать эти слова. Кстати, такой очень классный урок. Мне понравился, потому что... Ну... Слово такой-такой используется очень часто. Постоянно. Постоянно. И все их путают, к сожалению. А секрет-то очень прост. Thank you. Thank you, too. And see you soon. One moment, please. Today, my son is nine months. Oh, my congratulations. Thank you. Great. That's fantastic. Today is my mother's birthday. Yes? Yes. Oh, congratulations. Thank you. One moment. Cut. Are you... Or will be... Are you will be... Celebrating? Are you going to celebrate? Are you going to celebrate? Yes, of course. I'm going to visit my parents and celebrate. Yes. Okay. Thank you. Thank you very much. And bye-bye. Thank you, too. Bye-bye. 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 Bye-bye.